Идет последняя неделя всероссийской переписи населения этого общенационального мероприятия. Большое значение имеют ответы каждого человека, вне зависимости от того, к какой социальной группе он относится. Из истории мы с вами знаем, что самая первая перепись в Российской империи проводилась в 1897 году. В то время в государстве проживало 125,5 миллионов человек. Можно сказать, что перепись – это летопись нашего государства, сказала профессор Уральского федерального университета Наталья Антонова. Перепись населения – это летопись. Летопись – это история. Перепись населения ориентирована не только на тех, кто живет сейчас, на наших современников. Перепись населения ориентирована еще и на будущие поколения, которые увидят, смогут посмотреть динамику численности состава населения. То есть, по сути, это наша история. Мы вписываем себя в историю нашей страны. По данным Росстата, в 2010 году население России составляло почти 143 миллиона человек. К январю 2018 года численность населения выросла почти до 147 миллионов человек. Несомненно, произошел рост населения. И чтобы понять тенденцию не только о численности, но и о составе населения, проводится очередная перепись. О этно-национальном составе населения, о брачной структуре, о миграционных потоках. И, безусловно, переписи населения имеют политические, экономические, социальные эффекты. Зная картинку населения на критический момент переписи, а в нашем случае, в 2021 году, критический момент переписи приходится на 1 октября. Ноль часов. Можно сформировать социальные программы, экономические программы, политические программы, которые помогут снять социальную напряженность или хотя бы снизить ее. Сделать шаги по предотвращению социального расслоения населения. Потому что, условно, зная состав населения по полу и возрасту в каком-то регионе, государства, правительства, региональные власти смогут сформировать, спрогнозировать социальную инфраструктуру. Сколько детских садов нужно будет, сколько нужно будет школ, сколько учреждений здравоохранения. То есть, это очень важный момент переписи населения для формирования политики страны. Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точная статистическая информация о населении. Ответы о работе помогают изучать рынок труда в разных регионах. Например, информация о миграции населения, о том, куда и как люди переезжают в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг. Учет миграционных процессов, которые происходят, то есть, ну, например, самая простая миграция из городов области, люди переезжают в центр столицы, да, или в центр центральный город области. Эта миграция частная, она нигде не учитывается. Пока мы в рамках переписи не учли, что на какой-то территории плотность населения увеличилась, иными способами понять, что миграция происходит нельзя. Вот это вот один из таких очевидных результатов. Конечно, в ходе переписи могут быть некоторые несоответствия в ответах на вопросы в переписной анкете. По итогам завершения переписи, то есть после 15 ноября, будет проведен контрольный опрос 10% участников переписи населения, в ходе которого выявятся вот эти вот разночтения. Кроме того, будет проверка данных через разные ресурсы. Благодаря переписи государство может увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере и перестроить политический курс. Юрий Челикин, Максим Фетисов, Андрей Осипов. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова